здравствуйте дорогие друзья сегодняшний мой рассказ пойдет о туканах почему собственно я решил затронуть эту тему потому что информации об этих птицах в нашей отечественной литературе практически нет да даже не то что не то она напрочь отсутствует и это не мое какое-то личное субъективное мнение об этом высказываются все специалисты которые содержат птиц и все приходят к единому мнению что информацию приходится черпать буквально по крупицам из зарубежной литературы у нас информации о них нету туканы очень редки в наших частных коллекциях но чтобы разобраться в этом наверное надо немножечко погрузиться в историю экскурс такой что к примеру взять книгу какую-нибудь старую там скажем до военного 30-х 40-х годов ну например например венгерскую или германскую открываешь эту книгу и там куча глав о туканах куча информации о туканах почему никто не занимался переводом на русский язык ну сложно сказать скорее всего скорее всего потому что в то время до военное и послевоенное но вот эти птицы в принципе никто не поставлял к нам в советский союз их было не достать были другие птицы но я думаю что люди в принципе смирились и никто не пытался особо их доставать не на моряки конечно привозили я не спорю но это это все частности такие редкости поэтому никто не заморачивался с этим вот далее когда уже была перестройка и появилась возможность там окно появилась доставать этих птиц я думаю что люди доставали привозили их и попросту продавали и они погибали так как никто не умел их содержать не знал как содержать а те люди которые в принципе могли бы перевести вот эти вот старые иностранные книги в то время в нашей стране находились ну как мне кажется в очень бедственном положении там вся профессора была бедная нищая ну и никому это нафиг не надо было заниматься переводами там книг это ничего не давала вот и все это грубо говоря так вот самотеком шло шло до наших дней в наши дни вроде и возможность есть и люди есть умные но может быть общество стало более меркантильное что ли люди не видят с причины какого-то смысла заниматься с переводами книг чтобы кому-то от этого было легче содержать да и вообще сейчас мало кто занимается вы же сами видите мало кто занимается птицами и поэтому ну нафиг кому надо в общем не нужно и люди которые содержат птиц пытаются как то сами переводить ну попробуй там с венгерского языка переведи но это же тоже это надо либо венгерским в совершенстве владеть либо выложить кучу денег чтобы кто-то тебе переводил вот с испанского там можно языка кто как-то как по крупицам собирают знания ну я же как обычно я собираю все знания на практике и вот это вот данную кстати осы я выкупил не помню сколько лет два наверное два года назад барыги я не буду называть его имени это дело отношения не имеет но у известная личность не только в россии но и во всем мире то есть он наверное единственный кто поставляет американских птиц на наш континент в россию вот поставляет он поставляет ни черта информации не дает потому что он и самый не знает как содержать то есть его цель продать в общем я увидел эту птицу умирающий я выкупил ее а проблемы были с печенью этой птицы потому что кормили соответственно ее неправильно вот ну и вот удалось вылечить вот такой красавчик у нас аркашенька получился аркаша мальчик мой вот и сейчас я вам расскажу я просто обязан рассказать об этих птицах чтобы вы не совершали ошибок не проходили через тот же тернистый путь который прошел я не копались там в ворохах литературы не слушали тупых ненужных советов которые зачастую приводят наоборот усугубят они помогут вам интернет не всегда в этом является помощник я же как практик никогда не утаиваю не скрываю потому что опыт всегда нужно передавать последующим поколениям другим людям вот бывает заведомо ложную информацию дают либо искренне бывают люди заблуждаются всякое бывает ладно поехали что что можно сказать значит птица по большей части тукан они птицы фруктоядные питаются фруктами вот и первый же самый распространенный миф с которым я столкнулся это то что почему туканом режут все фрукты маленькими кубиками это потому что дескать они не умеют отламывать отщипывать кусочки от большого фрукта там или какой-то там ягоды что все им нужно резать по кусочкам на самом деле на самом деле как на практике оказалось это не так тукан прекрасно наступает лапкой на любой фрукт если это большой кусок и он мастерски отламывает отщипывает по кусочкам для чего режутся фрукты в первую очередь режутся фрукты для удобства самой птицы чтобы ей было удобно подбрасывать вверх тукан подбрасывает кусочек вверх и проглатывает ну вот вы уже наверное видели он демонстрировал как точно так же как и удод это делает и естественно мы маленький кусочек ему проще взять вот из этой кормушечки взять клювиком подкинуть и проглотить нежели чем он будет отщипывать но иногда я даю и большие куски чтобы он как и в природе тоже прошла в природе никто не режет кусочки а них отщипывают или это чушь собачьего что там вам говорят вот опять же а второе почему делает вот видите задняя стенка у меня заклеена газетой вот потому что когда фруктоядные птицы кушают во все стороны будут лететь сок в основном сок нектар там ошметки от фруктов и вот если за на задней стенке не будет газеты что вся стена у вас будет заляпана фруктами и придется потом либо переклеивать обои либо сами не знаю все краску вас перекрашивать стены но для этого как бы целесообразно просто не мучиться взять газету на заднюю стенку потом ее просто содрать заклеить новую когда уж она совсем загрязнится ну вот как так вот значит вот первый миф вы для чего режутся для удобства так делают и в германских зоопарках я вот посещал кухню дрезденского зоопарка там тоже режут кусочками чтобы они просто не разлетали чтобы людям было потом проще вот эти вот все прутики в клетке очищать иначе это все будет заляпано вот второе поилочка вот это вот вот это вот поилочка с водой то есть должна быть не обычная поилка вот так скажем там да вот ухана такая с которого не сможет попить потому что из-за видите клюва большого как раз наглядно сейчас продемонстрировала вам спазирует как он сделал попил водичку вот он берет наполняет свою эту клюв лодочку водичку и проглатывает вот так же здесь можно растворять витамины в воде контаксантин и прочее вот дальше идет купалка внизу открой чтобы не было купалка с чистой но я всегда наливаю такую тепленькую он может быть чуть-чуть повыше комнаты температуры воду потому что все-таки туканы тропические птицы а купаться они очень любят они охотно купаются и чтобы чтобы не простудить я все-таки наливаю тепленькую воду дальше вот этот домик вот он тоже вам демонстрирует он сюда залез в этом домике туканы спят потому что в природе туканы живут в дуплах как и дятлы вот но они не только ведут выводят потомство в таких дуплах но они также и спят там то есть вот ночью каждую ночь он туда забирается спит плюс он там нычки еще делает какие-то там запасы которые для него особо ценны он туда прячет и но это из банки забыкновенно из под протеина сделано вот и туда я плюс еще насыпаю опилок чтобы ему более так мягко было потому что действительно время он там проводить любит вот что еще по поводу значит кормов надо не забывать что помимо того что тукан фруктоядная птица они еще питаются и насекомыми но вот тут вот надо повнимательнее в основном они питаются такими насекомыми типа там пауки в природе какие-то жуки то есть черви для них не особо естественная и является жирная пища достаточно вот но для нас вот в домашних условиях зоофобус конечно это удобная штука для кормления вот поэтому кормить надо не часто но вот я не буду лукавить я даю зоофобус но при этом что я делаю я каждые два-три месяца проделываю одну штуку в европе я купил препарат называть такие специальные пребиотики которые очищают печень у птицы и вот я их капаю воду эти витамины они бывают под разными абсолютно марками там биофаров и версель лага но в частности голландские покупают но это конечно все очень дорого накладно у нас этого ни черта нету это все только можно достать в европе и ты опять же не каждый день туда ездишь когда я езжу я покупаю все это впрок либо ну прошу друзей которые ездят уже марку марку меня выписано им фотографию даю но опять же тоже не везде в европе то есть в германии в бельгии и италия там можно купить но если поехать такие страны как финляндия там прибалтика то ничего подобного там не найдете даже не в швеции не в норвегии то северных странах этого нету вот больше в южные греция там тоже не ошибетесь всегда содержит птицы всегда есть эти препараты но но я поговорил с друзьями которые содержат туканов вот что они мне посоветовали многие дают такой препарат называется он корсил все это знают для печени такие таблеточки для печени коричневой такой они оболочки вот берешь их двумя ложечками трешь раздавливаешь и пищу например там бананчик там ему нарезал и сверху присыпаешь и вот курсами вот эту вот упаковку курсами делаешь вот раз в месяц корсилом я поначалу вот так же кстати когда я его от барыг то достал вот таким образом я его и вылечиваю корсилом именно корсилом я его и вытянул но потом как вот пытливый ум я везде люблю смотреть аннотации состав я посмотрел смотрю ё-моё а корсил это оказывается банальная расторопша вот только в препарате он стоит дорого а расторопша сама пошел я в магазин здорового питания а там продается мука расторопши я купил эту муку и теперь по когда я даю корма помимо всего я присыпаю вот этой вот мукой расторопши корма и это очень благотворно влияет на печень птиц и кстати рекомендую это не только туканом а вообще другим птицам это проделать это классная штука вот мука расторопши если например там щеглам там ну любым зерноядным птицам можно давать расторопши в чистом виде в зерне да то насекомоядная естественно фруктоядная птица это не будет жрать и вот поэтому мука расторопши это реальный такой вот выход потом значит второй миф распространенный о туканах это то что туканом туканов нельзя кормить яблоками его мне до сих пор непонятно вообще как это породилась вот эта вот история но как бы говорят что яблоки мол содержит много железа но тут внимание вы сами логически подумайте сколько нужно птицы сожрать яблок чтобы у них поверить повысился уровень железа то есть это она должна съедать не какую-то там дольку яблока килограммами в день что само по себе в принципе нереально является абсурдом с этим потом кстати забегая вперед согласились германские коллеги ученые потом написали опровержение на основании моей статьи которую я опубликовал так вот значит если мы возьмем грушу банан виноград что туканам всегда с удовольствием дают и предлагают и посмотрим состав содержания железа в той же груши или в том же банане то практически идентично будет с яблоком то есть если там груша ну может быть чуть чуть поменьше железа чем в яблоке то в банане и вот абсолютно точно также а все в том в то же время предлагают туканам бананы тогда я задаю вопрос почему тукан ест банан у него не повышается уровень железа от того что он есть банан но когда он есть яблоки якобы у него повышается уровень железа тут начали они спорить что мог накапливается что туканы такие птицы у которых уровень железа в организме он не выводится со временем накапливается но вроде как бы логически понятно да но опять же я им говорю хорошо бананы и бананы вы все кормите бананами тропическая страна америка бананы туканы их употребляют почему уровень железа с бананов у них не употреблять все король моментально оказывается голый скрыть нечем так вот ситуация в том что они думали ли вы господа ученые которые выдвигают эти версии но это не только ученые там всевозможные так скажем заводчики вот которые содержат туканов или пытаются их содержать что яблоко само по себе чуждый фрукт для американского континента и это легко понять на примере того что например вот мы с вами люди да там средней полосы или северных широт ну к примеру я не беру мусульман да вот берут обычно среднестатистического там россиянина вот мы употребляем сало да это нормально там для нас там для украины мы едим сало для нашего желудка это абсолютно нормально усваивается давайте предложим это сало какому-нибудь негру ну как минимум до вечера он просидит в туалете с поносом желудок у него явно не примет а почему потому что этот продукт просто чужд для его континента и для его желудка точно так же как и они нам предложат какую-нибудь там сороконожку которых они за милую душу употребляют даже если мы не видите в глаза не будем что это сороконожка мы просто ее попробуем и как говорится до вечера обкатываемся как минимум ну вот потому что для нас для нашего желудка этот продукт не подходит так вот тоже самое является с яблоками яблоки это чуждый продукт для американских птиц и поэтому у них происходит расстройство желудка несварение им не из-за того что из-за какого-то там мифического содержания железа коих в других продуктов вполне достаточно а просто потому что яблоко не может переварить желудок тукана вот только из-за этого но при этом она не является смертельным чем-то танки страшным угрожающим ну просто хотя я и давал честно вам признать я давал яблоки в небольших количеств потихонечку приучаю ничего страшного как вы видите птица прекрасно здорово вот ничего не произойдет так что вот такие вот основные вот факты про которых о которых я хотел вам поведать вот если что-то еще в дальнейшем в дальнейшем вспомню то расскажу конечно было бы неплохо заниматься разведением этих птиц я бы с удовольствием бы занялся разведением этих птиц это показатель это уровень но в нашей стране этим никто не занимается это вам там будут говорить что вот мы развели тукана чушь собачий никто ничего не разводит все привозит уже готовая никто у нас этим не занимается для этого нужно место просторные вольеры с удовольствием бы этим занялся но к сожалению пока у меня нет возможности а вот еще забыл упомянуть пару важных моментов один мой знакомый какой знакомый мой друг хороший мой друг вот туканов держит уже на протяжении там десятков лет они у него успешно живут правда не размножается но не размножается не потому что он их не умеет размножать потому что у него просто особи ну по одной у него нет пар как бы я думал бы он профессионал он смог бы размножить вот значит что кстати вот он кушает сейчас бананчик подкинет вот видите подкинул проглотил а вот банана туканам очень полезно давать креветки потому что в креветках мало жира много белка они не жиреют и обычные креветки сейчас продаются в любых магазинах даже в сельских там в регионах покупаете креветки отвариваете их остужаете режете точно так же кубиками можно не резать он и кто отломает но лучше лучше конечно порезать чтобы он не разбрызгивал их во все стороны и вот эти креветки для туканов прекрасный корм помимо того что вы даете сверчков там я еще саранчой кормлю кстати саранчу можно даже лапки не отрывать он прекрасно ее разделывает разрывается отрывает лапки вот этим вот большим клювом он так так ловко орудует каждую лапку оторвет потом он ее умертвит съест саранчу а саранча это прекрасный корм но саранча это конечно дорогой и недоступный для каждого человека корм поэтому я особо про нее не рассказываю но упомянуть конечно обязан что саранча это хороший корм кузнечики сверчки вот мучник мелкий для них корм будет они брать не будут иногда я даю яичко вареное кубиками тоже режу тоже прекрасно ест иногда зоофобус но и обязательно обязательно креветки вот вот из таких и еще один момент сейчас я вам покажу что очень важно есть такой вот форм который вот для котов royal конин там такие мелкие гранулы это для беременных и кормящих кошек а также для котят возрасте от 1 до 4 месяцев вот вот этот вот форм там вот маленькие гранулы туканом тоже вот мой друг практикует и он кстати мне порекомендовал не в целях рекламы как бы а в целях действительно это работает что что-то говорить вот вот этот пожалуйста корм предлагайте они прекрасно кушают этот форм и таким образом у вас у тукана будет очень разнообразное питание и не такое как все я думаю что вот этих вот советов вполне достаточно чтобы завести такую птицу такую контактную умную они очень контактные их можно научить сидеть на плече идти на руку разговаривать и они все понимают обижаются ну просто красавчик вот поэтому если кто-то решится и будет возможность у него приобрести такую птицу никогда не отказывайтесь это очень интересно и а единственное что должен еще упомянуть они очень громкие особенно в период размножения или летний период очень громко и противно орут поэтому вот этот момент при содержании нужно обязательно учитывать ночью конечно же они спят в своем домике но днем особенно в утреннее время в утреннее рано почему рано утром начинают очень громко орать поэтому кто живет в многоквартирных домах вот этот вариант учитывайте чтобы не было проблем по что дебилов то много у нас людей пожаловаться каждый может поэтому заранее я предупреждаю что такой может быть конфуз вот но об остальном как бы успехов всем вам я надеюсь что мои рекомендации вам помогут в содержании птиц и в дальнейшем вы не будете совершать ошибки всего доброго с вами был виталий симуркин всем удачи ребята спа